Все, я думаю, можно начинать. А, все. Сегодня у нас главный докладчик, главный организатор научно-популярного семинара. Дмитрий, собственно, тема геометрическая вероятность. Да, и, возможно, у нас будет пилеров. Не знаю, в каком теме все пройдет, я плохо пишу на этом планшете. Ну, ладно, давайте начнем. В общем, раньше у нас были, точнее, не считая маринного семинара, у нас рассматривались только конечные омега, ну, конечное множество элементарных исходов. А теперь у нас будет омега бесконечна. Нужно найти вероятность того, что расстояние от икса до ближайшей стороны не превосходит Т из Р. Вот. Какого? Не простой вы пример номер два выбрали, скажем. А мне... да? Ну, ты знаешь, что получается, надо подумать. Может быть, что-нибудь, типа, там, просто все еще в отрезок, какого вероятность, что меньше одной второй, ну, только меньше одной третьей. Да ладно, Евгений Игорь, сейчас рисунуть, что мы нарисуем, чтобы понятно станет. Ну, да, хорошо. Ну, а теперь пусть Т принадлежит от нуля до одной второй. Вот. Ну, это... Где находится это множество? Какое это множество? Т принадлежит от нуля до одной? Множество вот этих вот точек, которые удовлетворяют экономеренности. То, что расстояние меньше, чем Т. Ну, зададим тут систему координат. Расстояние между чем и чем меньше, чем Т? Расстояние между точкой, брошенной в прямоугольник, и ближайшей стороной. Дима, там в чате подсказывают. Алексей предлагает отступить от всех сторон на Т. Вот правильно, Алексей. Да, Алексей все верно сказал. Отступим на Т от каждых сторон. Это будет 1 минус Т. Ну, проведем эти прямые линии. Сейчас от боковушек же тоже надо. Да. От боковых тоже надо. Вот здесь ты... Я бы не называла эти линии прямыми. И вот здесь. Не подумала об этом. Что мы в итоге делаем сейчас? Рисуем ей 1-1. Да, Иван, я тоже не до конца поняла. Точнее, я просто помню вот так примерно. Ну, будем считать, что это я прямой нарисовал. Вот это множество, это будет Е1-0. А, ну вот это вот А, это А плюс дельта А. Ага, это получается, потому что у нас ноль точек попали. Да, ноль точек попали вот в приращение. А, ну, это Е, наша искомая Е просто. Ага. Вот. Теперь, когда у нас одна точка попала вот сюда, а другая точка попала вот сюда, то мы рассматриваем только вот это множество. И получается вот это Е1-1. Аналогичная ситуация вот здесь вот. Это треугольничек маленький. Да-да-да, маленький треугольничек. Это тоже Е1-1. Вот. Типа только одна точка попала в... От А до А плюс дельта. Да-да. А другая точка попала от А, от нуля до А. Вот сюда. Значит, более приятный исход только вот эти. А теперь, когда две точки попали вот сюда, это вот это вот, собственно, множество. Это тоже без боковушек, да? Да. Е1-2. Получается, Е1-1 это объединение вот этих двух треугольников. Да, Е1-1 это объединение вот этих двух треугольников. У кого-нибудь есть идея, что происходит с микрофоном Димы, чтобы он мог починить это и... Ничего, на семинаре десятый у нас будет все идеальное, что ли. Да, оставайтесь с нами. Крайне мере, через годик. Вы простите, я не понимаю, в чем проблема. Мы прощаем. Вот, Дмитрий, смотрите, я смотрю на определение P1G и смотрю на эту запись. Что вы смотрите, куда? Смотрю на определение P1G, которое сверху написано, и вот то, что запись у вас, подставляю туда P1G, у меня... Так, подождите. Все получается. Все получилось. Ура! Фух! Я испугался. Хорошо. Получаем следующую формуну. Dp делить на Dv равно N умножить на P1,1 минус P делить на V. Все. Значит, это мы пренебрегли всеми... Да. В степени N было? А, там было... А справа останется V в степени N минус 1. Вот. Понял. Это вот C и ZN по 1. И вот это вот, собственно, мы и получили формула Крофтана. Она так называется. Надо что-нибудь сказать, как мы ее в итоге получили. Какое-то, не знаю, заключение, вывод сделать. Что мы посмотрели на приращение вероятности. Да. Точка. Мы, то есть, варьировали объем. Варьируя объем, мы получили приращение вероятности. Устремляем эту вариацию к нулю и получаем, собственно, дифференциальное уравнение. И получается, ключевую роль играли только те множества, у которых ровно один элемент попал. Да, одна точка двигалась с другого. Нужно... Еще важно, что вот здесь вот эта вероятность, та, когда одна точка лежит на границе именно уже нашей области. Потому что мы дельта-выстремили. Потому что мы дельта-выстремили, да. А, типа, что такое P1-1 в итоге, да? Да. И, то есть, было у нас две точки. Было у нас две точки, и одна из них зафиксированная. Мы можем легко посчитать эту вероятность, и, значит, можем решить этот дифференциал. Ну, это так в общем случае. Не в общем случае. Это сложно. Типа, можно посчитать P1-1 в пределе? То есть, так мы фиксируем? Одна точка у нас фиксирована на границе, а другая точка должна находиться на расстоянии не большим, чем T. И, значит, а точки... Ну, все у нас равномерно, поэтому вероятность равно T делить на A. Почитаем то же самое. Расстояние между двумя точками при условии, что одна точка фиксирована. Да. Конечно. Да, одна точка фиксирована на границе, а вторая должна лежать от нее на расстоянии не больше, чем T. Типа, длина отрезка поделить на длину всего, отрезка T делить на A. Я согласен. Это вопрос. Да. Евгений Игоревич? Интересно. Ну, в смысле, можно посчитать по 1-1 чисто из-за определения его, что там происходит при дельтовой стремящемся к рулю. Но то, что вы говорите, тоже похоже на правду. Это надо, честно говоря, доказывать, наверное. То есть, вот я не знаю, типа, если множество АН-ных событий АН-ных сходятся к событию А в каком-то смысле, то вероятность при условии АН-ных будет сходиться к вероятности при условии А. Так сходу я не могу сказать. Типа, тут сложно в том, что вероятность А равна нулю, да, получается? Да, особенно вот в этом. Это, наверное, единственная проблема здесь. А в остальном-то, наверное, получится сказать. Здесь именно тот факт, что все тут условные вероятности вот как-то должно приводить к понижению размерности, и все хорошо. Но да, этот перескок. Ну, то есть, видимо, более безопасный и наглядный путь считать площади треугольников, сложить, вырезать через Дель-ТВ и получить, что все сокращается, и все хорошо, и все красиво. Да, наверное, несложно, но можно сделать, да? Да. Класс, хорошо. ПР1-1 равно Т на А. Т и А, и это у нас фиксированные сейчас константы. Да. У Т и А не фиксированы. По А мы дифференцируем. А, то есть В в итоге или что? В, а В это не А? Да. В это. Ну, если В это А, то надо так обозначить. Ну, то есть, просто В перешло из общей формулировки. А у нас А стала стороной, ну, длинная отрезка. И вот. Ну, если его решить, получится тот же ответ. Проверим. Но только еще начальное условие надо поставить, да, наверное? Ой, ну ладно, молчу, прости. Ну, да, да. Правильно, я про это и забыл совсем. То, что В, когда А равно Т, равно и 9. Только немножко странно, да, получается, она в другую сторону, как будто, задача. Но и выворот. Как бы, исходная задача встречи у нас, как бы, Т была переменной, а тут мы варьируем А. Ну, это вся идеология, собственно, этого рецепта. Мы варьируем объем. Ну, да, прикольно. Объем — это длина. Прикольно. Это круто. Ага. Решаем депут. Я жду реакции. Да не хочется. Ну, давайте желающие решат. Скажите, пожалуйста, как он решается и все. На разделение переменных. Там дифференциал какой-то выделяется же, да, по-моему? Почти. Да, блин, а почему бы не решить? 2П А в квадрате минус 2 делить на А П. Вот. Теперь замножим на А в квадрате и перенесем это вот туда. Получится плюс, минус. Нет, плюс-плюс, наверное, если ты пишешь то, что пишешь. да, плюс теперь 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 умножить на А в квадрате равно 2Т плюс С. мы же по А дифференцировали. 2ТА да, 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 спасибо. Дима. Дима опять не слышно, но зато видно, что он пишет. это мы подставляем начальные условия, чтобы найти С. Ну, тут я не знаю, что, ага. Тут Т квадрат. Ага. Только там опять Т квадрат. И там, видимо, тоже квадрат. В знаменателе тоже Т квадрат. Да, 2Т квадрат поделить на Т квадрат должно быть. И отсюда видно, что С равно минус Т квадрат, наверное. Да, да, С равно минус Т квадрат. Теперь мы, видимо, можем знать, что такое П и сравниться с ответом, который мы получили до этого. Да, ну и окажется, что он такой же, да? Только А равно енечке, наверное, нужно будет. Ну, да, да. Там надо вывести полный квадрат и получится то, что нет. Да, да, да. Там было 1 минус 1 минус Т в квадрате. Угу. При А равном единице. Ура. Это получается Это получается вот таким вот суперсложным способом с тысячи оговорок решается задача остыть. Которую мы дотворим. Ну, нет, но на самом деле не с тысячей оговорок, с одной оговоркой, да? По поводу П-1-1. Все остальное, это... Все вроде. Остальное строго было. Но есть еще... Ой, строго было. Но да, ну... Есть еще круг, который, не знаю, сейчас успеем. Вряд ли мы, да, его уже сейчас успеем разбирать. Не знаю. Ну, я думаю, вряд ли. Дима переключается. Ну, да, дальше. Ну, сейчас Дима подключится. Что? Хотел сказать. Ага, что задача встречи, понятно, показательная задача, чтобы показать просто, что метод работает и о нем рассказать. На самом деле, как я понимаю, как вы мне говорите, да? что более сложные задачи, которые не решаются нарисованием фигуры, подсчетом его площади и ее площади, зато решаются вот этим методом формулой кого? Крофтона. 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 Работали. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Хлопаем мы дружно. Было круто. Хлопаем. Было интересно. Я не могу похлопать. Я хост, поэтому я так хлопаю. Дело молодец. Пойдется вам хлопать в обычную.